Пам-пам О, привет! Я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и мире за последнее время. Пам-пам, школьники! У меня для вас одновременно хорошая и плохая новость. К концу 2017 года Путин наконец-то узнал о криптовалютах и решил их легализовать. То есть собрался экспертный совет, который решил, что все, что вы там майните на своих видеокартах, чтобы потом наркотики покупать, террористов спонсировать, не стоит прям запрещать. А нужно в течение года разработать пакет документов, который будет цивилизованно регулировать. Хорошая новость, вас не посадят за майнинг биткоина и эфиров. Плохая новость, за майнинг биткоина и эфир придется платить налоги, иначе вас посадят. Но если серьезно, весьма позитивная новость на фоне всех остальных запретов постоянных. И хоть я не до конца разобрался и верю в будущее криптовалют, для тех, кто любит считать чужие деньги. У меня есть 0,21 биткоина. Теперь разбирайтесь в моем благосостоянии. Пам-пам. Главное политическое и медийное событие последних дней Ксения Собчак решила идти на выборы президента. Кажется, Навальному запрещают идти на выборы. Поэтому позицию может представлять кто угодно. Например, я. Вопросов много. Логично подозревать, что она подставной игрок, который идет имитировать оппозицию на выборах, куда Навального не пускают. Да и в принципе она весьма отдаленное отношение имеет к политике. Только про Дом-2 не шутите. Дурной тон. Реально по губам давать надо. Как будто вы 10 лет назад чем-то интеллектуальным занимались. Я бы тут отметил... Три момента бы отметил. Во-первых, все ожидали, что Навальный обидится. Приревнует к посту президент, начнет гнать на Собчак. Обижать бедную Ксюженьку, а он весьма тактично заметил. Пускай Ксения идет на выборы. Я считаю, что оппозицию может представлять кто угодно. Например, я. Второе. Собчак сейчас направо и налево раздает интервью, где говорит о том, что у нее богатый опыт в шоу-бизнесе. Политика в России это всего лишь шоу, поэтому она придет и перевернет игру. И вот тут у меня реальная предъява. Ксения, если вы это смотрите, ну или кто-нибудь из ваших помощников, который мониторит социальные сети, покажите ей. Один вопрос. Почему все, что вы делаете, выглядит настолько говено? С точки зрения международного права Крым украинский. Вот это кадры вашей первой официальной пресс-конференции как кандидата в президенты. Это что за позорище? Вот так выглядит выступление политика в России. Вот так, если он победнее. Так выглядит вечер встреч солиста группы Ронда в сельском ДК, а не пресс-конференция молодой прогрессивной женщины-политика. Позор. Но в чем отличие ситуации сейчас? Прохоров, на мой взгляд, совершил ошибку даже не в том, что он с кем-то переговорился, выставил свою кандидатуру по тем или другим причинам, которые мы не до конца знаем. Складывается ощущение, что ваши представления о шоу остались вот на уровне Дома-2. Блин. Третье. Не думал, что я об этом буду так рано говорить. Касается, в принципе, моего отношения к выборам. Дело в том, что Ксения Собчак выбрала очень интересную тактику. Она называет себя кандидатом против всех. Причем сразу заявляет, что проиграет на выборах, но голос за нее — это голос против Путина, Жириновского и Зюганова. Ведь ничто так не мотивирует идти на выборы, как пораженческий настрой твоего кандидата. Но уверен, к марту ее нормально прокачают, и она наберет свои 7%. Так вот, я давно понял, что хочу обратно в выборный бюллетень графу против всех. Кто не знает, она была в 90-е годы, и если набирает больше процентов голосов, то всех кандидатов снимают и выдвигаются новые. Это я хочу. Чтобы у страны была возможность разом отодвинуть всех этих стариков и выбирать из кого-то посвежее. Мне не нужна Собчак против всех. Мне нужна графа против всех. Но почему-то никто из политиков не предлагает ее вернуть. Наверное, им просто куда важнее свой, хоть и малюсенький, но так греющий сердце шанс когда-нибудь стать президентом. На днях состоялась первая международная битва гигантских роботов. Да, я говорю об этих огромных мехах, в которых сидят пилоты, и которые сходятся в масштабном побоище не на жизнь, а на смерть. Года полтора назад две команды из Японии и США решили выяснить, чей огромный робот круче. Потому что одни очень любят строить роботов, а другие любят снимать фильмы о Терминаторе. И вот историческое событие свершилось. Две махины от 4 метров в высоту более 6 тонн весом сошлись в поединке. И это было очень, очень скучно. Не, ну как бы, реально. Мы, конечно, живем уже все в эпоху безрамочных телефонов, но это не настолько будущее, чтобы у нас были прям бои роботов огромных. Это, по факту, радиоуправляемые машинки. Большие просто очень. Им даже нормального оружия не дали. Вроде как велась прямая трансляция на YouTube, но на самом деле это все было заранее записано, потому что роботы постоянно ломались, их нужно было долго чинить между раундами. И всякие постановочные истории с теми конструкциями, которые падают на стол комментаторов, не особо помогали правдоподобности. Короче, рановато пока для таких технологий и развлечений, но если что, победили США. Хотя, кому не насрать. Все же понимают, кто на самом деле сильнее. Русские искандеры. Пам-пам. Это все новости на сегодня. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Вы лайк поставили на канал и подписались. С вами был Руслан Сачев. А да, можете еще вот это видео посмотреть. Все. Пока.